Здесь на рынке сложилась такая нездоровая ситуация в день 1 год. Раньше была фирма Вячеслава, руководила этим рынком. В 2006 году решением исполкома за неуплату аренды земли были лишены акты хвостейного коррестования. И в конце 2007 года был создан кооператив. Кооператив сделал соответствующие документы на данный участок земли, получил кадастровый номер и работали. Вячеслава путем подачи в суд на исполком подсудила право пустейного коррестования. Как на сегодняшний день выясняется, акт пустейного коррестования существует, но право распоряжения землей никак не может узаконить. В кадастре, в земельном отделе, согласно закону Украины. То есть вы хотите, чтобы мы ее помогли узаконить? Да нет. Я думаю, что и у вас это не получится. Потому что это нужно... Просто в чем нарушение ваших прав? Давайте перейдем к нарушению. История рынка известна, у вас конфликт данный и громкий, знают о нем и в Одессе. Поэтому в чем нарушение ваших прав и чем вам будет помочь? Кто подпел нарушить ваши права? Причина этого всего узаконить свои права и работать, подрабатывать свои никак не хочет. Вячеслава никак не хочет. И будоражит уже не один год работу на рынке. Люди нормально не могут работать, нормально не могут вести свое хозяйство. Ну, вы понимаете, что такое бизнес любит тишима, как говорится. А тут ежедневные угрозы, ежедневные выводы бульдозеров за пределы рынка всех, кто не угоден. Кто не обращается, никто ничего не может сделать. То есть мы проиграли с мужем лично, мы проиграли со всем пакетом документов. И когда у нас все было, и мы проиграли. И хозяйственники, и апелляционные. Это кто? Это Федоренко. Федоренко, мы проиграли. Мы проиграли, она без документов выиграла, мы с документами проиграли. И сейчас у нас в течение 15 дней придут судоисполнители на вынос демонстрироваться. Когда есть решение суда, эти процессы не мешаются, поскольку суд уже установил факты. И мы можем установить новые факты. Согласны. У нас просто... Почему пришли? Потому что мы спокойно не работаем. То есть человек прессует нас, да, и мы не можем никто работать спокойно. Давайте, чтобы мы не перешли в стадию, как бы, изливания переживаний. Есть незамоноклорный комитет. У нас есть несколько категорий дел. Одна из них, которая может, как бы, иметь к вам вопрос, это злоуптепление моноклорного положения. То есть вопрос стоит, какое услуги вам кто-то не предоставляет. То есть мы контролируем судбедение порядка, установленное, например, паром или договором. То есть кто нарушил ваши права, да? То есть то, что если кто-то пишет жалобы, то это предусмотрено правом, на любого ценного права. А государственные органы должны разобраться в областном цвете жалобы и принять правильное решение. Если есть судебность, король, есть исполнительное производство, никто, тем более тема на полный комитет, не вмешается в этот процесс, поскольку есть исполнение реша, решение суда. Решение суда – это аналогичный закон, но обязательно для исполнения по 124-й Конституции, если не ошибаюсь, на всей территории Украины. И они обязательно его исполняют. Вы, если вы, как бизнесмена, нашли эти деятельности, хотите подключиться к электричеству, газу, воде, получить лицейджию, получить разрешение, и вам кто-то препятствует в этом плане, я не знаю, вам сдали аренду на землю в аренду со ставкой 10%, а вашему конкуренту такую же земельную участку со ставкой 3% создало разные условия. То есть вам дискриминационно, ему преимущество в конкуренции. То есть мы должны вмешаться в этот процент. А если кто-то жалуется, или он бульдозером что-то сносит, то это точно милиция должна заниматься, поскольку это хулиганство или какой-то другой вид нарушения. Поэтому давайте в рамках того, что есть. Поэтому пока я не услышал то, что мы можем помочь в рамках своей гоказации. Согласен. И дело в том, что тогда, можно сказать, она не начала сказать. Нет, есть у нас есть что сказать. Дело в том, что человек незаконно собирает деньги, у него мошенничество, получается, вымогательство. Я вас передаю. У вас есть действительно что сказать. И поскольку вы сказали, что вы с 2006 года занимаетесь этим конфликтом, но вопрос стоит в рамках нашей компетенции. То, что вы сказали там, мошенничество, кто-то незаконно собирает, это уголовно-наказунные деяния, этим занимается правоохранительная органа. То есть мы занимаемся вопросом с предельным монокольным положением. То есть когда вам, ну, в газете все подробно описано, то что мы не конкуренции, мы рассказываем. Поэтому вмешиваться в вопросах хулиганства, воровства и судебных споров мы не можем. Поэтому вам есть чем поделиться, но нам это не чувствует, нечем вам помочь. А контроль над правоохранительными органами никакой? Прокуратура, сущая, генеральная. Вы никакого влияния туда не имеете? То есть, поскольку прокуратура не предоставляет административных услуг, соответственно, ее контролирует только генеральная прокуратура. Ну, опять же, смотрите, может в каком-то плане наши права как предприниматели немножко ущемлены. В каком плане? Потому что мы, как кооператив созданный, мы сделали все документы на землю. У нас документы по химикам 27, у нее акт выдан на землю, по химикам 33. Вы сказали, что вы суд проиграли? Да. Вы проиграли. Это лично, федеральная. Да. Но просто тут... Но по вопросу, вы говорите, тоже суд проиграл? Нет, нет. Она сейчас на всех подает уголовные дела. По хозяйству, это хозяйство, но на всех уголовные дела. Обголовные дела у меня не в отношении. То есть вопрос в том, что если вы обращаетесь в государственную долгую местную самоправлению, чтобы получить аренду земли, они препятствуются и не дают вам нужные сроки затягивать, то мы можем мешаться в этот процесс, изучить. Но когда стоит вопрос, у вас хозяйство на спорах, он решает у вас в суде. Мы должны решить в суде, мы не можем сюда мешаться. Суд – это высший уровень, потому что если суд установит какой-то факт, то мы не можем принять решение в противовесе этому факту, поскольку это будет основание для отмены нашего решения, там, по вновь открытым обстоятельствам, там, или по другим основаниям. Да, поэтому мы не можем, даже суд скажет, что право пользования за конкретным лицом, а мы будем принимать решение и сходить о том, что право у другого. Суд завтра придет решение и отменит наше решение. Поэтому, если уходит во многих, даже в наших правилах рассмотрения заявлений, написано, что судебный спор – это основание для предосстановления рассмотрения до окончания судебного справа. Поэтому ваше вопросе лежит в компетенции судов и правоохранительных органов, то есть все конфликты такого плана, это хозяйственные конфликты, где там их решают. То есть, если вы в последней своей деятельности столкнетесь с той информацией, мы изложили это продуктуробно в газете, если вы подойдете, ну, есть ситуации, связанные с пепловыми нарушениями, мы вам поможем, но то, что вы все рассказываете, я просто занимался юридической практикой, не знаю, что такое хозяйственные конфликты, я понимаю, что, ну, по крайней мере, что вам надо. То есть, пока я не вижу того, что, когда вы решите проблему, начнете сталкиваться с водоканалом, неудобной энергией тогда, давайте мы уменьшимся по новой кодке. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за информацию. Спасибо.